Всем привет, мы продолжаем проходить Horizon Forbidden West, Horizon Запретный Запад. Давно я уже не играл, наверное уже с недельку как не играю в Horizon. Не было времени, не получалось, играл там и в Vital Nightmare, а вот Horizon как-то подзабросился. Поэтому, наверное, мы немножко ускоримся и пойдем мы по основному сюжету. Если я не ошибаюсь, то нам нужно идти за Диметрой. Да, чтобы вернуть Диметру, одну из утерянных вспоминательных программ Геи, Эллой должна пересечь бескрайние дикие земли и добраться до далекого западного побережья. Кстати, решил заглянуть наконец-то на базу и забрать то, что они там для меня наискали. Ну, не густо, не густо, ребятки. Нужно было бы и получше. Но, кстати, вот здесь полонки на задание есть. Рэнд хочет. А вот и ты. При обучении, что новая рифка какая-то появилась. Я изучал этот Вегас, который ты нашла. Гея показала нам все, что случилось, пока ты искала Посейдона. А этот Морланд умный парень. Хотя, сунуться в земли ты на акт ради каких-то огоньков, это дерзко. Может, стоит их проведать как-нибудь, на всякий. Ага. Не понял, ребятки. Пожалуй, береги себя. Так. Так, вот оно, семена прошлого. Отправляйтесь по координатам диметры. И нам предлагают вот такой вот маршрут проделать. Перед длинной шеей и сюда. Мы могли пить вот так. Но предлагают идти именно, именно этим путем. Давайте пойдем так. А, здесь, кстати, я так переместился. Здесь котелоговая. С морозильными снарядами я из Балина. А он здесь один? Он один. А у него, видимо, есть спирт. Придут, тут у меня и близко стихии. Пока мы себе остановимся между на близкой стихии. Не знаю, зачем я на него напал. Блин, я не ожидал, что пробили как быстро. Это я сделал зря. Пожаре! Пожаря! Нет! так это ляшка увидим это никогда не сражались верху а чё не отвалилась плесняк забыть спасти своего верного коня полный у него марок это не скажет а ну-ка если будет за стеки 3 и так и легкая крыла вот это кстати на это лечня еще была одна осталась у нас здесь полезного лёгко не в принципе все это было не нужно коня вот нужно только починить теперь вот эти вот тубы из полина возможно пригодятся мой блять я его добил да прости мой друг не не кнопочка нажал а вот электропушка выпала с него а из полин поле он его выпускает как с пулемета эти шарики а вот тебе моя сохранял очка м 10 часов 20 минут я уже наиграл ребята птица нужно выбирайте там по времени 6 минут нужно повторять так на 6 очков навыка да посмотрим там по навыкам распределить так давай в мастер-машин есть вот такая вот штука под программы перехвата не знаю что дает агрессивный режим давайте его купим и как-нибудь проверим так а в базутчике есть дым давайте наконец-то увеличим максимальный запас дыма хотя я им практически и не пользуюсь но пусть будет хотя ты видишь она теперь засветилась кстати обратил на это внимание а шашу это дает за то что мы смотри все навыки типа видишь взяли а ну-ка где мы используем наше буйство стихии охотники да а вот быстро стихии тоже светится вещь в чем укол давайте в охотнике возьмем лимит ловушек хотя ловушками мы практически не пользуемся но так что пусть будет так и что мы можем на единичку считать резонаторный взрыв плюс урон ну пусть будет все это не улучшали этот резонаторный взрыв да и особо им мы не пользуемся у него огня жар до тебе конец не грибни рога даже здесь все коньячку новый делать и наша похлёвка неплохо так здоровье сняло белый для охоты память это же мы правильно сюда же идем расфоткаться таком месте стал что камера не отъезжает фоторежим вот это мне немножко не нравится в этом фоторежиме что в лагерях и ливниках в определенных местах зазор а вы это еще и поселение а поселение впереди у нас оказывает а может быть товары могут быть полезны в это время на педе и в свете людей они высокоточный лук изнуритель она тонкостью и полезного нету посмотрим он не запасу мы сильны равны даешь она понять еще полезного и сидок задание кстати без торговать попор шупах легкий можно купить жил и оружие им в траве а c плюс таки а интересно щита верху или перехват действующее лекарство ведь вот это может быть тоже полезным так нам вообще куда нам как нам как-то вот туда вниз не разбежавшись прыгну со скалы может поговорить нет никаких разговоров тут какие-то разговоров кажется я приближаюсь к сигналу а вон длина шея реально баскалы баскаты поселение долинников выглядит заброшено если найду путь наверх буду достаточно высоко чтобы попасть на длина шеи лес трагу где-то здесь где-то здесь есть ловчий и длина шеи костер я думал электричество взять ну ладно как его спалили и там у него генератор поля таль я его слишком быстро убил я не успел выбить ему генератор поля но может быть вот это вот что такое видишь клет есть какой-то а вот генератор выбил наше идет папочка 2 нашей не раз остался поля уже эту штуку не будет слишком сложно есть нужно найти другой способ там что-то дозера маму часть и наше я будем сразу активировать или потом здесь просто куда-то запрыгнуть можно и активировать кастрюк попасть почему здесь так темно стало так я промотал время один днем я люблю больше играть я предлагаю не трогать длинно шея мне нравится когда там где еще не был как бы все в тумане находит деревья высота из башни это лес стражи не понял о чем она там говорит учусь и растений смотри сколько лекарству ходит одета ловчий я уже спалил это за путь давайте вызовем его локтего если он здесь есть он сейчас прибежит сюда мне кажется таки следы это задание озерам наху для походе на машин да да давайте хронометраж серии хотя бы уложилися и джинсу основной проще всего победить ее водой выше повыше я не уверен что это домой будет давайте проверим агрессивный типа режим переплата он вообще выглядит как работает агрессивный видит он похож на высшего тикача он застрял на месте можно подтянуть поэтому и лежит ладно если вы поняли в комментариях я только понял то что он просто сразу же нападает а он он нападает даже если я в режиме скрытность то есть он будет всегда нападает неважно что делаю я не знаю для тебя как эти миссии что дологие уже близко для к их случаю подходит режим агрессии если убежище она убирку и кабанчик я нам за не залезу но ты не будешь это смотреть лучше я поднялся на самый верх так мы немножко отклонились капец деревья толстые сколько им лет таких деревьев хочу это здание они посреди леса а вот че почему деревья такие огромные здесь под программа деметра которая ходит деревню отвечает за растение в тех руиных огней не стреляйте я вам не враг мы приезжали дикарку вперед что ж кем бы они ни были мы с ними не подружимся разберусь с ними иначе в руины не попасть я забыл паузу отключить что ж такое моряк я не хотел прочитать вы со мной я готов я готов о нет так что он слагает блять сейчас повтори истину это еще что убить ее блять ребят подождите почему лагает как голова открыта те люди почему так жаждут крови следую демитру пока подмога не пришла это мнение геи она где-то в этих руинах моряк вен а можно было бочечку тут подорвать здание заминировано тысячи здесь таких ценностей сомневаюсь что зацепиться не так сделать из плотные мне вообще куда он учусь и находочка и там и дни а поклёбочка закончила свое действие а мне наверно вот сюда оранжерея оранжерея похоже на какое-то древнее учреждение локация почему-то чуть-чуть подтормаживает оранжерея биотехнологический институт автоматизированных систем фаро агротехника забота об окружающей среде ликвидация отходов все эти задачи специалисты оранжереи решат для вашей компании дата-кор текстовая запись да фрагмент кода я видел шон что был не просто сон угас свет солнце яркий и во тьме натворение какой-то металлический цветок диметра должна быть за этой дверью но заросли не дадут мне пройти надо придумать как их убрать дождись придумаем так и как же их убрать бесполезно ток теперь бункера вентиляция админ в инкет брутенсон носитель данных а я видел сон ну получается идея надо придумать какой-то способ попасть за дверь жаль я не могу фонарик включать бунт т т т т т т т счастья крутанула как его ну и теперь куда-то вверх найти куда там лист выше нельзя комнаты без выхода отлично зато тут есть консоль давай какая трудно и началом наука это процесс выявления закономерностей давай консоль посмотрим журнал говорила с базой командования роботами время на исходе не хватило духу сказать хересу что наше лекарство страшнее чем болезнь даже если адамантовый венок сработает нам еще нужно придумать как ограничить рост растений команда кавилла работает над этим на полигоне плющ он найдет выход обязан адамантовый венок опять тайный проект они делали металлические цветы и стебли может я найду способ их уничтожить если найду полигон плющ как отсюда выбраться ничего себе я думал они не работают из шторки отлично снова эти парни они твердо решили прикончить надо быть осторожнее теперь заперта ты понимаешь вниз по объекту гуляет дикарка она прошла через дозор найти ее убить и принести голову лейтенанту принято чем моя голова не обойтись дедом я не спалился теперь полить по 760 голову и остальные вообще тысяча триста не хотелось бы нарваться на варвара но если надо я готов сразиться с ними а у него шлем держать оборону убить я валился кто там пойди проверь и он движение вон там есть спи прятки кончились я могу попасть сочленение могу не бить по шлему по броне или мне показалось или для мне только это дошло как работает броня в этой игре то есть я могу попасть например вот у него идет шлем у него есть дырка в шлеме я могу позицию дырку и пробить и не будет урон по броне и я будет идти урон ну смотри или элитная ловушка со взрывчаткой вот тебе и рецепт я потечил блин буревестник а вот элитная ловушка со взрывчаткой схема вылазь так я думаю может о ок ок думаю надо пополнить за пасеки так а нам вообще куда на прошло убейте чужих пол а здесь еще дипа кто-то осталось а вот он стоит вардеец квен боится быть замороженным мы можем показать у подожди да он стоит указанный жаром так что у него за буха такая сидит убить ее живо ютда к ловушке держим оборону убить и я иди держать оборону убить и я иди страх оставляет след я его найду больше я тебя не упущу и пускай вот бы все эти люди хотели поговорить со мной а не убить лазменный бомбомет а что подобного было пушка делала пышка подобную пушку делал он я забыл как ее из первой части и ваха мастер-инженер он там засасывали мы шарики а можно вот так вот стрелять за слаб ловушками не получается дружить я сдаюсь делай что хочешь я не хотела убивать твоих друзей я защищалась если я должна искупить наши грехи смертью да не буду я тебя убивать я хочу понять что происходит где-то взяла визор я дочь народа избранных квен лишь нам легенды преподнесли в дар визоры глаза что видят мудрость наследие она поняла что у нее визоры наследие истины истина ждет нас во тьме затерянных мест среди древнего праха и останков давно ушедших эпох я искатель и мой долг найти ее во благо племени ты ищешь данные возможно мы друг другу поможем твое имя альва второй искатель восточной экспедиции я иной давай-ка начнем сначала да мы давно не разговаривали ни с кем точно ты сказала легенды подарили визор вашему племени до 13 искателей владели им со дня когда он был найден среди руин на нашей родине я заучила имя каждого из них значит у тебя он есть а у тех солдат их не было у каждого своя роль задача искателей открывать тайны наследие постигать мудрость легенд на благо народа и хранить ее и никто кроме них не умеет обращаться с визором даже семья императора и уж точно не солдаты и сколько у вас искателей в причале лишь несколько а на родине почти сотня я так думаю только блюстители знаю точно а я не из их числа ваши солдаты начали стрелять без предупреждения почему почему кстати да долг народа квин открывать тайны наследия защищать от невежды завистников ты на невежду причем не похоже но на родине другие племена враждуют с нами нам сказали что и здесь будет так же это тоже открыла наследие наследие это истина но иногда мы неверно толкуем его надеюсь время и мудрость легенд укажут нам верный путь да было бы неплохо значит наследие это знание древней эпохи да все кроме утерянных или запретных утерянных в смысле все что мы способны прочесть и все что разрешено прочесть а не уверена что поняла но ладно и зачем вам все эти знания величайшие тайны могут улучшить жизни многих как возделывать поля как сдерживать приливы и даже как пересечь океан технологии их я здесь и ищу технологии которые помогут нашему народу технологии когда не слышал аквен наши земли за великим океаном здесь мы впервые и зачем же нашу родину разоряют стихийные бедствия ужасные бури и жгучая засуха урожая гибнут люди голодают когда мы искали решение наследие открыла что если переплыть океан и добраться в причал то мы найдем знания способные спасти племя но пока эти знания ускользают от нас причал наследие значит вы зовете это место причалом наследие нет причали мы высадились на западе в тени затонувшего города у сломанного моста ты про сан-франциско да ты знакома с наследием это было крайне важное место для легенд мы надеялись узнать там их тайны но дверь не желает открываться и то что мы там обнаружили привело нас сюда здесь наша последняя надежда найти что то что спасет урожай и весь народ да если легенды вновь одарят нас мудростью они уже не в комплексе которая называется полигон плющ ты встречала упоминания о нем нет но я нашла что-то похожее на карту но данные утеряны совсем разрешишь мне взглянуть а вот тут много файлов я все просмотрела секция ор объекты я же говорю утеряна ты не видишь карту а а твой визор ранней модели и система не открывает файлы созданные до 2055 давай я передам тебе передашь по блютузу по их порту блять передай на ты видишь то что утеряно и запретно не утеряно не запретно просто другой формат вот мне нужно туда но ты туда не попадешь мы неделю пытались пробиться в ту часть комплекса путь завален обломками тоннель пробовали кажется это не она это какая-то панель доступа но не смогла понять как ее запустить что ж попробуем с моим визором да кажется этими консолями нужно управлять одновременно но я не уверена еще тревога это фарел а лак пройти проверку ну погнали давай ты первая тогда вперед ты что зовешь меня с собой открыть туннель мы смогли только вдвоем погнали согласно карте дальше будет еще один выход не отставай видимо даже не верится что у тебя получилось я боялась что надолго застряла здесь с теми солдатами они так набросились на битарей которые подошли к комплексу им бурта нравилось убивать клянусь не все в моем племени я понимаю по ящикам не шаришься а я любитель шари а не не а а лучше не подходить а это было громко ты так умеешь хоришь мне пидор глазами пришел черед лесов гореть потом горели и они и вот с полы надо понять как отсюда выбраться я уже вижу ты видишь и визором пользуешься вообще альва похоже не подготовлено да ты блять издеваешься или шо ты говоришь что это за штуковский да ты видишь блять наконец-то сюда а левая справа я шарить просто по ящикам понимаешь и всякие ценности согласно карте выход в этом направлении куча часов кажется мы не там свернули все мы там свернули скорее бы обратно на поверхность отчеты да уж мы тут как в гробнице как по котлам целыми часами шарится так ничего страшного вилтам адуанчик опа это смертокрыл не нравится мне они прилетают и улетает несколько раз в день только легенды знают зачем легенды умерли альва конечно как бы еще они стали легендами похоже у нас есть другие проблемы иди за мной полом обан записывай как жизнь в теплице а кровь и не такую уж и большую да ладно кровь и и прочитать блядь а там что-то вот и задуванчик видел хватит машина на ноги до на расход я не знаю есть программа перехват или нет способность приручать машины покажется вен опасным знанием шоу воде поможем нашему Много другого. Ого! Что это такое происходит? Да, гонщик. Откуда взял я? Он тумато свою. Мне уже легче. Ого, блядь. Где ты ешь? Он слепит меня. Угу. 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 Там куда? Вкусно. Огненный бомбомет. На. Райс. Там куда-то вот, вот сюда похоже. Так. Нет необходимого инструмента. Биаз. Найдите вход над полигоном Биаз. Вот и вход в комплекс. Похоже, он заперт. íх. Эх. Финапирешек. Этри. Попробую ее открыть. я иду за тобой она бутса это может попробовать через люк земле он похож на тот что был на первой станции наверху тоже есть консоль как к ним подобраться будь здесь а я осмотрюсь выйду осмотрюсь неплохо живет иной способ попасть в консоль просто поем вниз нужен код от этого замка блок доступа попробую сдвинуть эти штуки какие потянула вас для хранения батарей ухо здесь достаточно места припасы это поможет и вот я положил этот ключ этот нельзя ответ отодвинуть да вот этот мой потай не поддается поддается может попробовать другой чеш пин код должен быть правильно проверю лючка есть да если ты заберешься наверх я подвину тебя консоли точно и чё до сих пор еще не запрыгнула подожди-ка сейчас я я запрыгнула молодец я пойду запрыгну так и зая а ты ты не могла бы предупреждать когда собираешься взрывать стены ладно батарейка ты еще да да лай куда я понесу камера это неадекватно себя ведет в замкнутых таких мелких ты не могла бы подтолкнуть меня к той консоли пожалуйста сейчас я не могу батарейку хорошо сейчас прыгну готова я не смогу его получить для меня это провал альба я помогу если смогу но сперва надо отсюда выбраться ладно давай откроем люк так открывай открываю хранилище внутри должен быть топливный элемент потом тебе надо будет найти дорогу генераторной ладно сейчас куда она мне да она мне двери открыла я не понял отодвинул вот энергия ячейка ничего не понял она разблокировала вот этот стеллаж или шо а его и таскает батарейки это к мелодии играет на гитарочке мне напоминает одни из нас теперь иди сюда уже иду а вот туда как не попасть иди сюда ты это консоли одновременно. Я пойду к другой консоли, а ты будь тут. По твоей команде. Хорошо. Раз, два, три. Ты готова? На счет два. Раз, два. Выпускаем испытание в ручности Адамантова Валентар 12 и 13. Испытание. Вот. Туда нам и надо попасть. Магнитное поле включено. Начинают преобразование и у вас. Что? Нет, нет, нет. Как это вырубить? Защита включена. Отменить тест нельзя. Что это? Перейдь. Это конец света. Тест завершен. Прочность структуры Адамантова Валентар не нарушена. Что это было? Адамантова Валентар Адамантова Валентар Нам вниз. Сейчас передам тебе файл. Журнал Виаза Сегодня вторник. Второе. Наплевать. Надо признать, наш конец света переполнен иронией. Мы придумали преобразование биомассы. Бесконечную пищу для вечных машин. И теперь изо всех сил стараемся вызвать у них несварение. Получается, машины не смогут сожрать наши венки. Но закончим ли мы их вовремя? Боже, надеюсь, да. Я не понимаю. Твои легенды их истребили. В наследии об этом ни слова? Годы пепла. Большинство данных о них утеряно или под запретом. Да, они создали машины, поглотившие все живое. Ты видела как? Чудо, что выжила хоть что-то. Не хочу этого знать. Я пришла не за этим. Мне нужна мудрость легенд, чтобы спасти мой народ, а не запретное знание об их грехах. Если я не найду что-то полезное, не помогу племени. То шо? Блюстители накажут меня. Но главное, погибнут люди. Ты понимаешь? Моя семья сестра. Когда в уплыве ей было 14, одна кожа до кости. Они погибнут. Альва. Альва. Я понимаю. Правда. Сложно объяснить, но мы с тобой добиваемся одного и того же. Получится, и тогда данные будут не нужны. Просто все исправится. Я могу тебе поверить, а Ани нет. Нужно что-то им принести. Если попадем на полигон Плющ и узнаем, как уничтожить стебли, мы попадем в центр данных. Там моя цель. То, что откроет доступ ко всем данным, которые здесь находятся. И ты найдешь, что принести домой. Не уверена, что понимаю. Но каждая тайна хранит себя по-своему. Искателям нельзя сдаваться. Да. Вперед. Я за тобой. Нужно идти дальше. Полигон Плющ недалеко. Плющ. Доктор Мэр. Подожди. Вот там есть легендар. А, Туарушка, да? Туарушка валяет этому куству. Снова лабиринт. Но дорога к истине прямой не бывает. Мы не полиечествуем не полиечествуем. Это есть адаманковые венки без тех записей. Али не должны были остановить разрушения, которые привели к годам пепла. Это Буру, да? Ну что, пошла. Я по Буру, лавину. Я тебя не спрашивала, ты сама из этих краев? Нет, не из этих. Я почти всю жизнь живу далеко на востоке. О, значит, мы обе путешественницы? Типа того. Оранжерея. Ну, там был еще один какой-то проход. Так, надо как-то добраться до полигона. еще одна песня, а? Наверное, это полигон плющ. Надеюсь, там мы найдем все ответы. Залезли в одном месте, вывезли в грузонную. еще одна машина. Опа. Мерта крыл. Сразу же. Что-то попасть на полигон, нужно разобраться с машиной. Ты со мной? Да. Снаряды нужны? Давай. Что-то, что-то. Какое-то. Что-то. Важно. Что-то. Какой-то. а для донесли как-то так и на я не могу ее прицелить, она просто очень сильно дёрнана эта птичка я не могу ее И пробитие. Полезный клык. Улучшенные огненные охотничьи стрелы. Нифига себе. Смертокрыл что-то. А что это? Металлический цветок. В смысле. Спираль отбивания деталей. Нам лучше уйти. Тут могут быть и другие машины. У нее металлический цветок. Так вот как они распространяются. Их переносят эти машины. Там было не буртут. Там вообще куда? Это на сверсток. Ну подожди. Че блядь. Узываешь мне. Ааа. Мы в каких-то вот кругах вот этих появляемся. Входим. С одного круга в другой круг перепут. Ну-ка сейчас. А в чем разница между отбиванием деталей 25% и урон при отбивании деталей? Да не поймут. В чем разница? В чем разница? Ааа. Ого. Это любопытно. Что ты нашла? Четвертый полигон. Иво. Похоже он под водой. Я должна верить. надо артур кларк до 100 любая достаточно развит а луя неотличима от магии будет туда заглянуть мы найдем то что ищем консоль еще работает еще журнал как их можно уничтожить загрузка ключ кода в исходную оболочку вызывает выработку фермента который заставляет венки пожирать себя но слишком поздно по расчетам командования роботами скорость роста роя на триста семьдесят пять процентов превышает то что мы сумели бы сдержать ничего не выйдет я думаю мы это заслужили я заслужила за то что сделала тут это моя последняя запись перед эвакуацией так все их усилия были напрасны они не успели зато у нас есть разработанная ими программа теперь сможем убирать стебли металлических цитов чтоб загрузить программу в копье нужен верстак в нашем лагере есть на карте указано что есть проход через следующую комнату готовьте стеблерет замок закручиваем ухтышка а вот четвертый полигон под водой который марьяна нафиси уволена видимо это четвертый полигон который был на карте похоже он уже давно затоплен сюда придется взбираться я за тобой за каменной стеной мы можем спуститься по веревке а ты умеешь так получилось все не верится что ты одна победила всех солдат но нам надо спешить когда мы встретили лейтенант запросил подкрепление она может скоро прибыть ясно так объясни что не надо меня убивать блять и бля рез установил на копье этот программный модуль можно использовать для уничтожения стебля металлического цветка так есть такое дело броню улучшить можем или нет буревестник нужно понятно оружие плык смертокрыла главный нерв смертокрыла циркуляр я дохлёста ничего из этого не выпало нам вот так вот оружейные спирали арбузница а это высоко . подожди одежда вот полногрыз полногрызну не могу короче ничего улучшить из своего основного оружия что теперь теперь идем в центр данных так это куда полногрызну по филлический цветок вот а и да так орбов надеюсь новый модуль сработает поехали а просто его лупи спускается смотрим работает ли программ установить стеблерез они распадаются дверь открыта нажимай вот и деметро деметра пора идти домой ну стой дай зафоткай активирован главный блокиратор идет восстановление фотофункции деметра пиццу не уже копье заряженное что ты сделала мой визор никогда так не сбою я нашла особые данные ты не сможешь их прочесть они крепко держались за центр данных но теперь у тебя есть доступ к основному серверу целиком там ты что-нибудь найдешь ты была права тут сотни архивов почти все посвящены агрономии на изучение у нас ушли бы годы но у нас нет столько времени ты говорила мы стреляем не стреляйте остановитесь сейчас же именем легенд вот в кого вы стреляли дикарка убила наших солдат они первыми открыли огонь и она не дикарка она дала мне нужные данные ну посмотрите не видите перед вами элизабет собак возрожденная легенда поколение а ну таким искать мы сопроводим легенду это легенды командует нами офицер они наоборот приносим извинения доктор собак вера нашего народа сильна но среди нас находятся недостаточно сведущие в наследие вы слышали искателя данные найдены вы двое со мной остальные отправляйтесь на берег мы вернемся в причал давай быстрее у них будет много вопросов и у меня твой народ много знает о прошлом и похоже особок но прошу я должна знать ты сказала мы с тобой стремимся к одной цели она уже близка точно не знаю пара месяцев тогда ты наша главная надежда поспеши же к цели ты нам многое открыла мне глаза и за это спасибо но тебе пора еще увидимся мы возвращаемся в причал наследия тебе опасно появляться там скажи как тебя найти если что наш причал на северо-востоке затонувшего города вокруг островов сильное течение и подойти к ним можно лишь с юга но там охрана лучше не приходи без нужды искатель долго еще прошу уходи боюсь если мы задержимся они захотят увезти тебя с нами а это добром не закончится и 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 это надо вот этот нам длина шеи говорит то показывает метки вернуться в лайки только она показывает почему-то не ту сторону атакор моряк век легенда и 7 8 так ну давайте переместимся на говорит есть котел и длинношей котел ты знаешь сколько мы хотим лазить котел это на час это нас за вот этот закопа оранжерея бежишь вот он было убежище кстати а ну подожди я его активировал то блять не прыгай мне бы еще улова волногрызов найти ли волнорезов и логово ловчих здесь на побережье щелье должно быть логово волнорезов мне кажется волнорезов да не известный а это обзорная точка так ладно лес стражей можем ли мы быстренько активировать этого длинношей или нет это нужно забраться вот сюда да это нужно найти точку которой можно залезть будет где же я могу залезть а вот здесь похоже поселение долинников выглядит заброшенным если найду путь наверх буду достаточно высоко что попасть на длина даже костер есть подсказка вот а мы так вот взрыв копье было нужно добраться до а как а вот возможно я смогу спланировать к тем деревьям и забраться на платформу ничего не понял что она мне просто сказала а говорит вот туда мне нужно понятно но я не перелечу это однозначно непонятно непонятно о так ок вот а это он делал генератор пуля не уладьи до это еще один вон он пас отдай а их нет Кто-то здесь будто темнее. О, я нашел где залезть, походу, здесь вот залезть нужно, похоже, нужно пробраться в дожде, а это та лестница, которую я скинул, нет, я не знаю, я обошел по кругу. Но я так и не понял, как мне перебраться. Короче, смотри, вон с той стороны я прыгнул и допрыгнул на парашютике вот сюда, теперь я вот сюда-то вот могу лезть. И лезть здесь нужно, я так понимаю, немало. Что-то, короче, экзамен по скалолазанию, я так понимаю, нужно пройти. Можно реально отдельную серию пилить. Ну а некоторые, кстати, можно будет перепрыгнуть только... Отсюда можно спрыгнуть на длину шеи. Отсюда? Отсюда можно туда пропрыгнуть. Ммм, нормально. Это было чисто ради ящика, я так понимаю. Блядь. Разве я отсюда допрыгну на длину шеи? Я не... Ааа, там что-то на самом голове. Нет. Да. Блядь. Блядь. Прослушав что она сказала, мне нужно было прыгнуть сюда и ехать дальше над блин на шею. прикинь сколько мне его ждать пока он круг обойдет для новой попытки может мне стоит вернуться на две наши и поискать какой-нибудь способ он реально пока сейчас обойдет ну минуты две или три его стоял здесь ожидал пока он сделает блядь ты издеваешься я короче переместился на базу там сейчас и метру потом длина даем разберу а шутка я не видел этого садик наверное за постаралась ту я наверно сделала сварла интересно а за ты здесь полочки появились видишь здесь покуда 5 что-то все поменялось рада снова тебя видеть его и кажется ты принесла диметру откуда ты знаешь элой после слияния с эфиром посейдоном и диметрой мои вычислительные мощности значительно увеличились теперь я смогу поглотить гефеста и к счастью нам удалось составить план по его поимке с помощью варла бета проанализировала все доступные данные о гефесте он распределен по всей планете канал лучевой трансляции не справится а ядро которым ты пользовалась его не сдержит поэтому его нужно подключить ко мне напрямую в особом месте где есть два ядра данных два ядра и где мы найдем такое место близнецы это заброшенный хотел в пустыне к западу отсюда сейсмическая активность нарушила его структуру в итоге было создано два ядра данных и я там бывало это рядом со столицей пустынников придется перенести тебя туда я разработала чертеж подходящего носителя устройство крупное но два человека смогут отнести его к котлу я помогу как только я займу первое ядро я вызову гефеста в другое и запру в нем затем я начну слияние однако в создании носителя мне понадобится существенная помощь сможешь сделать наверное смогу но это все напрасно перестали вас найдут ми нерва не сможет скрыть вас в котле это верно поглощение гефеста создаст мощный импульс который будет легко заметен на их аппаратуре может устроим несколько импульсов и обманем зенитов если r&zo и катала пойдут в другие котлы и создадут там похожие импульсы это скроет сигнал из близнецов анализирую эта тактика может сработать с помощью бэта мы построим набор переносных импульсных генераторов говорю вам это не сработает я проявил я антизор будет удалил из модуля доступа протокол допуска альфа вам его не захватить значит нужен допуск посерьезнее но такого нет допуск омега т.д. фару с ним он стер базу данных аполлона и убил всех альф но он хранится в его секретном бункере фивах где он спрятался от конца света никто не знает где это даже зениты известно только что он был где-то в сан-франциско возможно этого хватит альва искатель квен сказала что ее племя построила лагерь в причале они оттуда ходили за данными в сан-франциско она сможет нам помочь придется идти на дальний запад пока меня не будет ты сможешь собрать носитель и генераторы попробую я найду все нужные детали и переоделать с вами лазит а поговорить альва сказала что на побережье есть паром на нем они плавают в сан-франциско нужно найти его коробница хорошо давайте продолжим прокачивать альой урон резонатора давать так это у нас веерный выстрел нам нужен резонаторное накопление контактный взрыватель вот это я таки не понял как работает контактный взрыватель а еще наторный взрыв на максимум накопление давайте взрыв я вернулась гея здравствуй элой что ты хочешь обсудить ты уже применила способности диметре да мне удалось улучшить состояние почвы и временно восстановить баланс ты заметишь что растительность в регионе пришла в норму может теперь поля песни долины будут давать урожай к сожалению восстановление почвы в той области требует помощи духу в земле у тару я обсуждала этот вопрос за кажется мы нашли решение думаю за посвятит тебя в подробности уже гея меня подталкиваешь от я сходил сколько дополнительному заданию и я пытаюсь понять еще кое-что зачем машины разносили металлические цветы димитры будучи поврежденный диметра таким образом защищала себя от роя роботов пожирающего растительную жизнь считала что чума фару не кончилась боялась ее возвращение в ее программу нового засеивания земли входила защита растительной жизни любой ценой а если учесть что она занималась этим двадцать лет думаю ты еще не раз встретишь на своем пути плоды ее деятельности хорошо что я теперь умею уничтожать эти заросли теперь когда эфир посейдона диметра с тобой биосфере уже лучше в этом регионе условия улучшились аномальные бури стихли большинство водоемов очистилась а почва вновь стала плодородной все это позволит природной среде продержаться на несколько месяцев дольше ну если нам повезет скоро у тебя будет экифест с ним ты сможешь восстановить биосферу правда верно я смогу разработать и произвести новых роботов которые сумеют ликвидировать нанесенной планете ущерб бета убеждена что мы не сможем захватить гефеста думаешь с таким отношением она сумеет собрать носители генераторы с ней нужно поработать но с моей помощи у нее все получится я ее не понимаю она уверена что нам конец она не похожа на то что я представляла может ей лучше остаться здесь и не ходить в близнецы все эти данные что я нашла в древних бункерах и руинах никогда не думала что кто-то еще сможет их увидеть согласно моим наблюдениям твои спутники часто обращаются к тем материалам эрэнд неоднократно спрашивал о вечеринках на день рождения его озадачила бычий подавать в этих случаях сладости потому что он идет в разрез с обычаем озером подавать крепкий эль также он предложил устроить сюрприз вечеринку именно для тебя ну и зачем ты спалила обойдусь так я и предположила до вас сюрприз испортила катала уживается с остальными вполне хоть и предпочитает оставаться в одиночестве он систематизирует данные о развитии боевых машин и серьезных битвах времен чумы фару чтобы более детально воссоздать полную карту операции свобода думаю он намерен изучить тактику боя древних армий интересно взглянуть кажется он считает это личным делом он настойчиво отклоняет мои предложения помочь в исследованиях мы должны захватить гефест пробежимся по плану как пожелаешь бета провела испытания и выявила что гефест не откликается на ваш допуск альфа именно поэтому ты должна найти допуск омега теда фару да в его личном бункере фивы пока ты этим занята я помогу быть и создать устройство транспортировки и генераторы импульсов вы должны перенести меня в близнецы и установить на одно из ядер котла второе ядро для гефеста с допуском омега вы сможете его захватить и потом ты его поглотишь не сразу до слияния вы должны будете вручную очистить гефеста от вредоносного кода сколько на это уйдет кончила все расчеты но предполагаю что несколько часов а остальные проведут отвлекающий маневр с помощью генераторов импульсов верно каждый из них займет свою позицию у котла и запустит устройство волна энергии должна скрыть наши действия до завершения слияния и тогда у нас будет все чтобы победить зенит неплохой план меня удивляет одно как тот фару смог создать допуск уровне выше чем у альф элизабет оградила проект от его посягательств вероятнее всего он поручил своим инженерам создать лазейку в систему нового рассвета и скрыла это от элизабет моя предшественница вообще не знала об этом пока тот фара не уничтожил базу данных аполлона это уязвимое место проекта и с его помощью мы захватим гефеста счастью благодаря сведениям от беты мы знаем где может храниться допуск омега да где-то в сан-франциско здесь кто-то повод о близнецах значит в близнецах два ядра не видела таких котлов ты упоминала сейсмическую активность когда моя предшественница создавала тот котел строительству помешала серия землетрясений ядро данных было уже закончено но в итоге весь объект сильно пострадал и она начала заново так появилась второе ядро однако после повторных толчков она бросила строительство повезло нам толчки продолжаются нет но из-за них и другие объекты в том районе стали работать нестабильно я нашла данные в одной из открытых комнат там сказано что под этим объектом спрятаны банки семян зачем они моя предшественница должна была насытить биосферу первичными и вторичными видами растений если бы все пошло по плану в дальнейшем люди могли бы сами засадить земли растениями третьего порядка мы можем это сделать к сожалению в данный момент нет чтобы приступить к высадке запаса семян мне понадобится контроль над новыми машинами а для этого нужен гефест тогда займемся этим позже лаборатория где я нашла диметру входило в агрономический комплекс фару там они придумали преобразование биомассы и адамантовый венок элизабет знал об этих работах судя по всему она была в курсе других попыток победить рой машин но все внимание уделяла только новому рассвету логично но они же доделали свои венки если бы они успели применить их против чумы фару с помощью найденных тобой данных я провела несколько симуляций и пришла к выводу что их ожидал провал во всех возможных сценариях боевым машинам фару удавалось вовремя взломать и отключить венки рой все равно победил бы значит только новый рассвет и мог помочь в оранжерее мы нашли много информации о сельском хозяйстве как думаешь ее хватит чтобы спасти земли запускаю анализ готова в данных содержится много знаний о новейших принципах земледелия которые пригодятся племени в перспективе но богатый урожай не спасет весь мир это наша задача верно смерти зенитов план планы зенитом на землю технология дальнего зенита сигналы другие так значит зенита те же люди что улетели земли бессмертные люди как у них это получилось в наших данных о дальнем зените сказано что ведущие генетики и инженеры получили места на борту одиссеи в обмен на свои знания и у них было достаточно времени и ресурсов чтобы решить любую задачу именно личности зенита все эти зениты джерард эрик тильда и вербена бета сказала они были среди самых влиятельных людей земли думаю элизабет была знакома стильды она не упоминала о ней нет элизабет часто говорила о работе рассказывала о матери и о своем детстве но ни о какой тильде она со мной не говорила из вашего сбытой опыта мы можем заключить что зениты не погнушаются ничем на пути к цели чтобы спасти жизнь на земле их нужно остановить сигнал истребление не просто пробудила аида он разделил все вспомогательные функции зачем я и сама хотела бы знать на данный момент я считаю что целью был аид а остальные функции получили независимость случайно раз сигнал был точным значит его создатель хорошо знал систему откуда эти знания у зенита согласно записям визора у дальнего зенита был информатор среди разработчиков нового рассвета хорошо он должен был похитить копию всей системы для зенита но элизабет и трэвис тэйт раскрыли его да скорее всего ему все же удалось передать дальнему зенит узнание системе после провала давайте заставку дадил ложка дадил ложка терра формирование нужно зенитом чтобы вычистить землю и создать мир заново по своему вкусу это подтверждает нашу гипотезу но зачем со своими технологиями они могли бы перебить все племена в два счета это те же люди что покинули землю тысячи лет назад почему они хотят изменить биосферу вероятно в колонии на сириусе они привыкли к другим условиям жизни возможно они пытаются воссоздать их здесь превратить землю в новый сириус в новую песочницу для ирес на пусть летят на свой сириус и там живут похоже что технологии зенитов мощнее наших во всех проявлениях да да как показала твое столкновение с ними они обширно задействуют роботов помощников также они обладают каким-то видом защитного энергобарьера который оберегает их они казались непробиваемыми но оружие мятежников все же прошло сквозь щиты история говорит что каждая защитная технология была в конце концов побеждена атакующий пусть у нас пока нет подходящего оружия но если бы я получила гефеста и применила его силы для создания армии боевых машин никакие щиты не смогли бы выдержим услышали так надежда есть всегда и вода мне пора до свидания а я в этих дронов всех загрузил 1 2 3 4 5 осталось внутри здесь теперь появилась еще одно дополнительное задание а я кажется знаю которая второе задание это от этого нашего однорукого я не ошибаюсь позже он созрел это точно если б сюда заявился еще один я я бы сбежал и не вернулся добро я серьезно вот я тоже то пасеки она горела комнату еще одно открыла да как нибудь займемся этим вопросом я комната для какую она комнату новую открыла выход из было бы это похоже на техническое помещение а а это куда ведет Энергоячейки. Энергоячейка нужна. Ходи ее взять. Аж целых две. Да, это я. Что-то я не понял. Он ничего не понял. Похоже, Гея сумела отпереть эту дверь. Что это была за комната, Гея? Здесь планировалось устроить центр диагностики для наблюдения за ремонтным залом. Большинство оборудования было повреждено в период контроля Минервы над комплексом. Она очень не хотела меня пускать. Похоже, здесь нужна энергоячейка. Хранилище. Я нашла запертую дверь за вентиляцией в подвале. Это же оно? Надо быть осторожнее. Дженсен едва не раскусила мои планы, когда мы проводили диагностику центра. Ничего не имея против остальных членов команды, но... Уверен, в Элизии всех их ждут любящие семьи. А я... Я даже похоронить Августы не смог. От него остались лишь мои воспоминания. Нельзя допустить, чтобы они исчезли. Хранилище для нас и только для нас. У нас 11 недель на завершении чертежей. Дальше всем займется Гея. Так, теперь консоль работает. Судя по этим данным, Гефест пытался взломать защиту ремонтного зала. Только ему это не удалось. Бедно закрытается. И если что, я... Борь. Гефеста. Луи Гея, хотя чтобы я помогла им придумать, как поймать Гефеста. РЦУ. Это Бета пишет дневник? Да, Бета. Привет. Можем поговорить? Пожалуй. Вопросы о Тильде. Ой, не, ну это будет надолго. У нас уже и так, сотри, больше 90. Девальный мир, дом, вот. Ты хоть раз поднималась наверх? Ни разу. Варл иногда спускается ко мне. Спрашивает, как дела. Я думала, он следит за моей продуктивностью. Но иногда кажется, что он правда хочет поговорить. Да. Думаю, так и есть. Пока у меня все. Ага. Давай. Ну здесь, наверное, все это, наверное, я нашел тут комнату. Гефест. Он у геи, типа, личный кузнец. Ага. И очень злобный. Как мой дядь Калорн. Тот никогда не улыбался. И готов был лучше надрать любому, кто мешал работать. Похоже, питание снизу подведено к этим голограммам. О, кстати. Вот это наша схема. Раз, два, три, четыре программы загружено. Я тут сохранюсь. Ну, в принципе, на этом можно заканчивать. Давайте. Ну, а сейчас пойдут в бункер. Наконец-то меня никто не держит в бункере. Никуда не зовет. Я ему покойно выйду. Алло. Говорят, ты идешь к побережью. Если будут нужны припасы, загляни в срез воды. Это деревня долинников. К юго-западу от рощи. В самой гуще джунглей. Ясно. Спасибо за совет. Отберитесь до среза воды. А я там был уже. Ключи оттод. Робница Теда Фаррелл. Как холодно. Фейстерия. Ну, а мы, ребяточки, на этом будем на сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка на плейлист будет находиться в описании под видео. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь. До скорой встречи. Напиши в комментариях, мне идти дальше по сюжету. Или заняться зачисткой всех вот этих дополнительных заданий, которые я сейчас понаходил. Потому что их очень много. Даже на базе есть два. Всем пока.